Полина Владимировна Гельман Парить в небе как птица было ее мечтой. И она осуществилась. Полина Гельман стала летчицей. Она родилась 24 октября 1919 года в городе Бердичев Житомирской области. Училась в местном аэроклубе. 25 августа 1937 года совершила первый прыжок с парашютом с самолета. Окончила три курса исторического факультета МГУ. С октября 1941 года добровольцем служила в Красной армии. Грянула война. В тот же день, 22 июня 1941 года, студенты МГУ провели собрание и объявили себя мобилизованными на борьбу с врагом. Все хотели пойти непременно на фронт. Многим ребятам это удалось. Девушки в военкоматах получали отказ. Война не женское дело. В октябре 1941 года Центральный комитет комсомола объявил о наборе девушек в создающиеся авиационные части. Полина Гельман добилась, чтобы ее включили в один из полков. Девушек направили в Энгельскую военную авиационную школу пилотов. Там их обучали различным специальностям. Полина Гельман стала штурманом. В летчике она не прошла из-за малого роста. Ее зачислили в полк ночных бомбардировщиков У-2, который впоследствии был преобразован в знаменитый 46-й гвардейский. В мае 1942 года она вылетела на фронт. Боевой путь ее начался на Кавказе, под Моздоком, а закончился под Берлином. Основным оружием экипажа У-2 были бомбы. Этот самолет считался небесным тихоходом. Его скорость достигала чуть больше 100 километров. Ночью почти бесшумно он подлетал к цели и внезапно обрушивал на головы спящих врагов смертоносный груз. Вражеские цели прикрывались плотным зенитным огнем. Каждый вылет – поединок со смертью. Одно попадание, и деревянный самолет вспыхивал ярким пламенем. Со временем экипажи научились преодолевать заслон противника, вырываться из лучей прожекторов. Последние были не менее страшны, чем зенитки. Попасть в лучи означало быть ослепленным, потерять ориентировку. В какие только переплеты не попадала Гельман, вылетая на боевые задания. Под Новороссийском летчица пошла на задание. Самолет уже подошел к намеченной цели, чтобы убедиться, не ошиблась ли она, решила бросить светящую бомбу. В этот момент ее самолет поймали прожекторы. Тут же открыли яростный огонь зенитки. Надо было принимать срочное решение. У штурмана было в запасе всего 10 секунд. Механизм взрывателя был уже приведен в действие. Отчаянными усилиями Гельман сорвала с шеи ремешок и буквально на последней секунде бросила бомбу вместе с крагами за борт. Самолет вырвался из обстрела и, успешно отбомбившись, вернулся на свой аэродром. Однажды произошел случай в Крыму, после того, как врага уже вытеснили с Керченского полуострова. Полк перебазировался в другой район, поближе к месту боевых действий. Командиру экипажа и штурману Полине Гельман поручили найти площадку для полевого аэродрома. Они вылетели. Покружили над местностью и обнаружили западнее Керчи ровное место, покрытое зеленой травкой. Не разглядев, как следует площадку, они пошли на посадку. Но едва колеса коснулись поверхности, во все стороны полетели брызги воды. Здесь оказалось болотистое место. Командир дала полный газ, однако скорость самолета не увеличилась, и он не мог оторваться от земли. Требовалось облегчить машину. На борту лишнего груза не было. Выход был один, вылезти штурману. Гельман выбралась из кабины на землю и побежала рядом. Когда самолет стал отрываться от земли, она ухватилась за стойку между плоскостями и взобралась на нижнюю. Затем уже на лету с помощью стоек, расчалок и ступеней трапа штурман добралась до борта кабины и ввалилась в нее вверх ногами. Этот случай едва не кончился печально. За годы Великой Отечественной войны Гельман участвовала в обороне Северного Кавказа, в разгроме немецко-фашистских захватчиков на Кубани, Тамани, на Крымском полуострове, в Белоруссии, в Польше, в Восточной Пруссии и Германии. В мае 1945 года, через два дня после окончания войны, командиром 46-го гвардейского авиационного полка был подписан наградной лист, в котором говорилось «Товарищ Гельман на фронте борьбы с немецкими захватчиками находится с мая 1942 года. От рядового стрелка-бомбардира выросла до начальника связи эскадрильни. За период боевых действий произвела лично, как штурман, 860 боевых вылетов на самолете ПО-2 с боевым налетом 1058 часов. Сбросила, уничтожая войска противника, 113 тонн бомб. Врагу был нанесен большой урон». 15 мая 1946 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, Полине Гельман было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова